Курно работа в этом плодопитомнике не кипела с советских времен. Тогда в местных школах целые классы снимали с уроков и отправляли на сбор ягод. Правда, если раньше такой труд никак не оплачивался, то сегодня наоборот. Возродить плодово-ягодное направление в районе решило молодое предприятие «Страна Агро». Эту работу мы со своей стороны стимулируем. То есть ввели издельную оплату труда для того, чтобы молодежь, студенческая молодежь, но немножко все равно были положительные моменты в этом физическом труде. На ягодных плантациях трудятся 45 студентов Ишимского многопрофильного техникума. Третий и четвертый курсы – факультета производства и переработка сельхозпродукции. Совмещают приятное с полезным. Сейчас у них производственная практика. Деньги хорошие дают. Первый день полторы заработал, второй две. Сейчас хочу еще больше заработать. Деньги платят, что не работать-то. Студентов сюда привозят организованно, а вот взрослые добираются самостоятельно. Сейчас на сборе черноплодной рябины трудятся 15 человек. По денежкам нормально. Мы занимаемся творчеством, а нам нужно на творчество краски, всякую эту самую. Вот денежки за это и зарабатываем. Пенсия небольшая, поэтому работаем потихонечку. Урожай черноплодки в этом году хороший. Сбор идет легко. В хранении неприхотливо. За несколько дней собрали 3,5 тонны. Треть уже отправлена в Тюмень на переработку. Необходимо развивать вот это садоводство и сбор готовой продукции. Есть покупатели у нас. Есть Ягоды Плюс. Это крупное предприятие, которое поставляет ягодную продукцию по всей России, даже мировые поставки. Он готов закупить в любом количестве любую продукцию. Если есть покупатели, почему бы нам не поработали в этом направлении? Поэтому осталось найти человека, кто за это возьмется. Вот мы работаем в этом направлении. 40 лет назад в Ишимском плодопитомнике росли кустарники малины, облепихи, смородины и черноплодные рябины. За годы питомник зарос. Возродить былое богатство и планирует страна Агра. Восстановить междуряди. То есть, конечно, желание еще расширить площади данного питомника. Ну и взаимодействие с торгово-перерабатывающими комбинатами. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей. Продолжение следует...